Приветствую вас. Давайте мы разберем ваш вопрос. Итак, меня очень тревожит ситуация с одним дорогим и любимым мне человеком. Пишет парень про девушку. Смотрите, тревога ваша обозначает, очевидно, что-то такое, знаете как, неприятное что-то для вас. Что-то такое угрожающее, может быть, да? Ну, вам. Вот. Соответственно, необходимо постараться увидеть для себя, что в этом непосредственно вам неприятно. То есть, как вас эта ситуация задевает? Вот. Ага. Забегая вот чуть вперед, я, наверное, скажу, что, коль вы в этом смысле чувствуете боль от, ну, неразделенности какой-то, да? И так далее. Если вам очевидно, что речь идет вот не только про любовь вашу к девушке, но и про какую-то вашу потребность к ней. Ну, в частности, вы говорите о том, что вам вот хорошо, а вместе вы говорите о том, что вам приятно, ну, приятно, значит, с ней. И, конечно, мне трудно догадаться, что, возможно, речь идет как раз о вашем таком, ну, скажем так, о неком тикотине, да? Вот. То есть, вы можете вот цикотине к ней. Вот. То есть, вы можете вот цикотить, значит, к девушке. Вот. Потому что, вот. Какая-то ваша потребность, значит, ну, вот, может удовлетворяться в этой ситуации, да, в этом состоянии. Вот. Вот. Нужно только понять, что это за потребность. Грубо говоря, ну, не смешивать, да? То есть, это потребность. С чувством к девушке. Вот. Ну, потому что ничего хорошего из этого, как мне кажется, не получится, и вы будете, в общем, только страдать в этой ситуации. Вот. Поэтому вот то, что я говорю, да, это вот исключительно, ну, вот, контексте насчет какой-то такой, знаете, заботы у вас. Вот. И желание как-то вас, ну, защитить в этой ситуации. Так. Общаемся. Четыре года. Что между вами общего? Что вас объединяет? Начали сразу дружить и делиться друг с другом. Ну, это хорошо, но только что общего. Она уехала учиться, но все время поддерживала со мной связь, в жизни видимся редко. После одной встречи я осознал свои чувства к ней примерно два года назад. Вот. Ага. Что это за чувства? Поверьте, вот, узнать. То есть, какие это чувства у вас, вот, ну, буквально, буквально, что это за чувства? Вот. Как эти чувства, да, ваши себя проявляют, да? Вот. Что они, что они, эти чувства из себя представляют, да? Вот. Хотелось бы этот момент, конечно, рассмотреть, вот, как бы, так, более, более подробно, что ли, чтобы лучше понимать, о чем идет речь. Так, думал, признаваться в них или нет, а, как бы, что вас тормозило. Она сказала, что любит меня, я тоже признавался, но, оказывается, любит как друга. Ну, вполне, вполне. Многие проблемы решали в своих взаимоотношениях, многое прошли, были моменты, когда мы стянулись романтически. То есть, правильно ли я здесь понимаю, что вы как-то ссорились с ней? Правильно ли я понимаю, что у вас были, ну, были какие-то конфликты, какие-то противоречия? Вот. Какие-то были моменты, ну, не знаю, непонимания, непонимания друг друга. Вот. Правильно ли я, или я понимаю этот момент или нет? Вот. Потому что, если у вас были какие-то конфликты, то, ну, естественно, естественно, нужно разобраться в них, и нужно постараться убедиться в том, что они не постараются. Вот. Что они не боятся снова, снова. Вот. А то, что вы, ну, как-то вот делали сами, да? Вот. Меня, ну, несколько не успокаивают, не убеждают в том, что вы сделали это, ну, как-то вот, как-то хорошо, да? Вот. Потому что, ну, вы заинтересованное лицо. Так. У меня было много негативного опыта в отношениях. Всегда говорила мне о образе мужчины, который вы хотите видеть. Я всегда был рядом с ней, она мне доверяла. Ну, здесь я могу сказать то, что если у девушки есть проблемы, да, то есть, ну, если у нее есть вот трудности в, ну, выстраивание отношения, да, то есть, если есть негативный опыт, то, на мой взгляд, нужно понимать, что этот опыт, она в какой-то степени генерирует сама. Вот. То есть, она сама создает эти прецеденты такие, что у нее негативный опыт получается. Вот. И, соответственно, если она не занимается психоперапией, да, до сих пор, вот, то есть, ну, не прорабатывает, да, себя, вот, свои, значит, какие-то конфликты, противоречия, вот, вот. Если она этого не делает, то у нас есть большая вероятность, что и вот с вами в отношениях и будет, ну, также проблематично. Вот. Потому что, ну, проблемы у человека, как бы, остаются с ним и не важно, с кем она там встречается, да, то есть, с вами или с кем-то другим, вот, к сожалению. Дальше. Так, значит, месяц назад у нее вроде появились чувства, но у нее в начале лета завершились отношения. И далее, подумал, получилось спустя два года неразделенной любви, что именно получилось, что это для вас значит. Она очень активно начала проявляться, делиться с чувствами и эмоциями, видели часто, проводили отлично время, оттуда это было, хоть и была проблема для себя. Ну, вот, ей нужно поэтому заниматься психотерапией. Близи к сегодняшнего дня стало холода и раздражала романтика с моей стороны и чувствую, что человек не испытывает ничего. А, нет, я вот, опять же, думаю, что дело здесь не вашей романтикой здесь дело. Дело здесь исключительно в том, как она воспринимает вот отношения, как она себя чувствует в отношениях. Вот. И дело вот в этом на самом, ну, как мне видится, пока не было. Вот. Поэтому я думаю, что, я думаю, что так было бы со всеми, ну, с картами. Так было бы сказал. Ну, не только, ну, не только, ну, не только с мам. Так было. Вот. Поэтому это нужно учитывать. Обязательно это нужно учитывать. Вот. И иметь в виду. Вот. Потому что, ну, вот, в противном случае, да, вы просто будете сталкиваться, вот, каждый раз, значит, с разочароматом. Таким довольно получается, как бы, ну, серьезным, сильным и так далее. Так. Спустя месяц мы поговорили, будем ли начинать официально серьезные отношения. Ну, вот, то, что вы говорите о том, будете ли вы начинать официально серьезные отношения, да. Для меня этот момент говорит о том, что, что вот эти самые отношения вы ставите, как бы, ну, знаете, вот, несколько выше, ну, личности. 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 Друг друга. Друг друга. Вот. То есть, как бы, отношения, да, звучат ярче для вас, чем, собственно, личности друг друга. То есть, факт отношений выносится в рамках, в рамках чего-то такого самостоятельного. Вот. При том, что, ну, я более чем уверен, что отношения вполне, значит, способны формироваться самостоятельно. Ну, то есть, таким, знаете, вот, как бы это сказать, да, таким естественным образом способны они формироваться без усилий, без, ну, без, так скажем, дополнительного обсуждения. Вот. А дополнительное обсуждение, оно приводит к такой, на мой взгляд, искусственности, вот, и некой такой вынужденности. Вот. Честно, в психологической жизни человека возникает такая ситуация, когда при обращении внимания на какой-то феномен, этот феномен исчезает. То есть, аналитическая направленность, значит, разрушает, вот, феномен, к сожалению. Вот. И поэтому, вот, на мой взгляд, не рекомендуется обсуждать, ну, отношения, да, просто по моему, ну, по моему мнению, да, по моему какому-то, вот, такому, такому, убеждению, вот, отношения обсуждать не рекомендуется. Именно поэтому, именно потому, что, вот, они могут быть разрушены, как раз обсуждение, обсуждение, вот. И то, что до этого могло быть каким-то, вот, знаете, ну, допустим, простым и понятным, да, для девушки. Вот. После обсуждения становится, становится уже совсем, совсем не таким, не таким. Вот. И это, вот, может, конечно, существенно ухудшать отношения и взаимодействие. Я имею в виду, ну, ваш. Так. Сошлись на том, что она не хочет нестабильные чувства у нее ко мне и на себе сейчас концентрирована на своих делах. Так же и не отошла от прошлых отношений. Ну, ее слова, ее слова звучат довольно-таки понятно, вот, довольно-таки, как-то вот, ну, то есть можно понять девушку, конечно, вот. Но, что меня больше интересует, да, вот, что меня больше волнует, это то, что вы в этой ситуации, да, как будто бы, эм, ну, сливайтесь с ними, вы говорите, мы сошлись. Ну, кто мы, да, потому что вы, как бы, транслируете ее позицию, вы не транслируете здесь позиции, там, своей, вот. То есть, вашей позиции здесь, как будто бы нет, вот, я бы хотел обратить, эм, ну, обратите ваше внимание на этот аспект. Ваша позиция здесь нет, вот, есть только позиция, как бы ее, тут, что вот, что вот, я не готова, да, я хочу, там, чего-то, ну, вот, и все. А вы, вот, ну, ваша позиция, она где, ее нет, как будто бы, вот, это вот, на мой взгляд, конечно, проблема, и проблема довольно-то, довольно серьезная, естественно. Вот, потому что вы здесь, получается, как бы, эм, ну, игнорируете, эм, то, чего, например, ах, ну, чего, 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 э, хотелось бы вам, да, э, и так далее. То есть, вы стараетесь в этом смысле, как мне кажется, опять же, могу, я могу ошибаться, но, вот, вы стараетесь здесь, э, подстроиться под девушку, э, вот. И, к сожалению, я не знаю таких случаев, когда, э, люди, вот, ну, если, если люди, э, подстраиваются, да, то, я не знаю таких, э, таких, э, таких случаев, как бы, когда, у них, э, через, вот, это вот, подстраивание, а, получается, что это хорошее, вот. К сожалению, я таких случаев не знаю, я думаю, что, э, со временем, если вы будете говорить, вот, ну, примерно, такими категориями, вот, то есть, ну, если вы будете использовать, точнее, точнее, в таких категориях, как мы, вот, нашли, и так далее, да, ставя, как бы, ну, ставя позицию, позицию девушке выше, а, значит, ну, выше своей, вот, вот, то я уверен, что будет копиться только ваше раздражение, вот, ваше неудовольствие, вот, и, соответственно, ничего хорошего из этого не получится. Вот, поэтому, я бы вам рекомендовал бы, все-таки, э, как-то вот, э, ну, признать, э, признать, да, постараться признать, что, вот, есть позиция девушки, есть позиция ваша, ваша позиция, она, она немножко, отличается, вот, она немножко другая, вот, и вам, может быть, может быть, хотелось бы, э, совсем, других, э, ну, других, э, вещей, других моментов, вам бы хотелось, вот, и, соответственно, посмотреть на то, э, э, как бы это выражать, вот, и выражать ли вообще, да, вот, вот, дальше, э, так, сошлись на том, так, поставил границу, даже со мной видеться не хочется, из-за того, что надрыв случается и боль, не очень понятно, что вы имеете ввиду, говоря про надрыв и про боль, про надрыв, э, кого, боль, чью, если у нее, э, психологу, ну, именно, что тут сказать, э, так, я все равно близкий для нее человек, ну, тут, опять же, да, если вы, э, мне кажется, просто лелеете надежду какую-то, мне больно от того, что не могу сейчас дать ей то, что она заслуживает, и она не может, и что она не может дать мне, а вот, э, боль, здесь, э, связана, как мне кажется, с тем, что вы пытаетесь, э, свою, э, потребность, вот, опять же, да, опять же свою какую-то потребность, вы пытаетесь реализовать только вот за счет, э, ну, вот, ну, одного чего-то, вот, то есть вы пытаетесь, э, э, какую-то вы, какие-то ваши, получается, желания, да, реализовать одним образом, э, только, вот, и, в общем-то, э, э, у вас это может, ну, не получа, не получаться, у вас это может не получаться, вот, э, вот. И ослели вам больно, поэтому, э, нужно просмотреть, как, э, э, вас задевает, как вас подводит к дефициту и фрустрации. Вот эта вот ситуация с девушкой и с тем, что вы не можете сказать, и то, что она всего заслуживает, и то, что она не может дать вам. Мое предположение здесь заключается в том, что вы ограничиваете себя. То есть вы проявляете какое-то пренебрежение к себе и пытаетесь компенсировать это за счет девушки. Это не получается и вам больно. Но в любом случае эту боль нужно прожить. Что делать? Что делать, чтобы что? Дайте время и быть рядом неплохо, если вы действительно можете это делать. Кто-то не хочет мне делать больно, потому что не любит меня. Ага, почему ее парить, то что она делает вам больно или нет. Видите, ваше отношение не совсем, не совсем, к сожалению, зрелое. Вот, связано это с тем, что у нее есть какие-то потребности, которые она не очень понимает, как реализовать, у нее есть проблемы. И у вас есть потребности, которые вы тоже не очень понимаете, как реализовать, да, и тоже есть проблемы. Дальше. Возможно, не разобралась в себе еще. Ну и не разберется, если не будет с психологом работать. Ну и ждать, что что-то у нас будет, говорить не нужно. Это правильно. Хочет лучшего нам друг друга. Это тоже правильно. Считает последнее событие любовной ошибкой. Ну, это обесценивание. Опять же повторюсь, не ваша девушка нужна помощь. Судьба после пауза в общении снова сводила нас. Я думаю, стоит добиваться дальше ее. Это ошибка, а вы будете ее просто отталкивать. Так, про ментальную и хромическую связь вообще не понятно, что вы тут имеете ввиду. Вот. Вот такая история. Поэтому порекомендуйте девушке этот сайт. Пусть она придет, напишет вопрос, выберет эксперта, поработает, разберется в себе, будет лучше. И вам тоже нужно выбрать эксперта, поработать, ну, разобраться в себе и тоже, в принципе, будет, от этого будет только, только, только лучше. Вот. От этого будет лучше вам, от этого будет лучше девушке, потому что, ну, вот, ну, в этом смысле, да. Вот. Она получит, ну, для себя возможность такую вот, знаете, как, ну, она получит для себя возможность более, больше, больше проявляться. Вот. Вот. Сейчас у нее, вот, ну, такое возможности, вот, ввиду проблем, проблем ее, да, нет. Вот. И вам тоже нужно как-то, ну, больше, больше возможности, больше возможности для проявления, да. То есть, ну, вам этого хочется, вы хотите, вот. Вот. И, соответственно, тоже, вот, вы, вы довольно-таки, как мне кажется, ограничены сейчас, в этом, вот, и сами от этого получаете. Получается, страдает. Вот. Ну, а хорошая новость, это заключается в том, что все можно решить, что можно подкликтировать. Вот. Вот. Учтите, что, вот, стараясь добиваться девушку, да, вот, что вы ее несколько обесцениваете, вы ее опредмечиваете. Вы поступаете, вот, я бы не сказал, что эгоистично, да, а наоборот. Вы поступаете крайне негуманно по отношению к себе и по отношению к ней. Вот. Потому что, ну, девушка – это не приз, который нужно, которому нужно добиваться. Вот. Девушка – это все же личность. И, коль вы говорите, что есть уважение, то нужно обязательно, значит, подноситься с уважением к ее решениям и поступкам. Но, в то же время, у вас есть определенные чувства, эти чувства более чем достойны. Потому что, чтобы их выражать, вам нужно их выражать. Если вы сможете выражать свои чувства, как есть, не через вот эту форму, которая у вас присутствует сейчас, что я ее люблю и не больно от того, что, там, не могу эту любовь проявить. Это не совсем, то это больше, скорее, вы знаете, концептуально выглядит. То есть, ну вот, есть концепция, да, что человек должен страдать от невзаимности. Вот. На самом деле, невзаимность, она, как бы, абсолютно нормальна. Просто человек в этой, в этой, невзаимности, как бы, он сталкивается с чем-то внутри себя, что для него непривычно. Вот. И пытаюсь, пытаюсь восстановить такой вот, условно говоря, статус-кво. Человек испытывает боль, но не нужно, как бы, обманывать. Вот. Не нужно, не нужно обманывать и, ну, бояться, да, а наоборот, вот, как-то исследовать себя. И искать, искать новые, эээ, возможности для выражения, проявления и так далее. Вот. Мне показалось, что вы очень тяготеете к вот этому состоянию, которое обеспечивает вам взаимодействие с девочкой. То есть она для вас приобретает сверх ценность. Даже не ценность, а сверх важность. И вы становитесь зависимым. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать на собой работу. Всего самого доброго. Продолжение следует. Продолжение следует...